В ближайшее время специалисты должны утвердить окончательную схему высокоскоростной магистрали Москва-Казань. На территории Чувашии продолжаются геодезические изыскания. После реализации проекта до столицы России Чебоксар возможно добраться за три часа. По ВСМ будут курсировать современные Сапсаны. В рамках пресс-тура правительство Москвы мой коллега Дмитрий Ковалев увидел, где будут обслуживать такие поезда. Подробности в следующем материале. Именно из этого депо выходят в рейсы большинство высокоскоростных поездов. Оно было открыто в прошлом году. Сейчас на балансе московской дирекции РЖД находятся более ста составов. Каждый день они курсируют до Нижегородской области, Курска, Смоленска и Орла. Раз в месяц поезда проходят плановый ремонт. В сутки можно находиться на каналах 4 электропоезда, проходить техническое обслуживание. Срок службы каждого электропоезда составляет 40 лет. Гарантийный срок – 3 года. С начала сентября скоростные поезда начали огибать и центр Москвы. По недавно модернизированной дороге курсируют инновационные ласточки. Эти поезда оснащены мягкими креслами, бесплатным интернетом, информационными табло и розетками. Продумано все до мелочей. Вагоны адаптированы к городской среде. Тут, если вы обратили внимание, проходы поширшие сделали. Ну почему? Потому что сообщение все-таки городское, тут иногда люди и стоят. Московское центральное кольцо было построено более ста лет назад. До революции по этой дороге перевозили рабочих, а в советские годы – грузы. Долгое время по этим путям курсировали товарные составы. Те самые предприятия идут, которые сохраняются. И, кстати, ровно потому, что предприятия сохраняются, сейчас будут восстанавливать и грузовое движение по этому кольцу после реконструкции. Не может без него Москва жить. Центральное кольцо Москвы реконструировали в сжатые сроки за 4 года. В перспективе оно должно разгрузить транспортный поток. На пути более 30 станций и 17 пересадок на метро. С Садкой город начинает жить, снижается мобильность населения, все начинает развиваться. Поэтому, опять же, в очень многих городах, и в Москве такое бывало, и в других, и сейчас так пытаются во многом себе делать, строят именно транспортные артерии. Причем именно такие долговременные. Это электротранспорт, это рельсовый транспорт. Почему? Потому что это как скелет, который потом обрастает мясом. От центрального кольца в правительстве Москвы ожидают большого эффекта. За 4 года «Ласточки» должны перевезти более 100 миллионов человек. Дмитрий Ковалев, Республика, из Москвы.